Ассаляму алейкум у рахматуллах. Мы говорили в прошлый раз о причинах появления и распространения сект. И мы упомянули основные причины, такие как невежество, слепое исследование, восприимчивость и влияние, которому подвержено общество. Народ, практиковавший некоторые обычаи, которым они приучились еще до Ислама. И когда они приняли Ислам, то эти обычаи остались и влияли на них. Причина всего этого – отсутствие строгого следования книги Аллаха и сунья его пророка. Это и есть причина всего. Поступать вопреки праведным предшественникам в понимании религии и в следовании за первыми предшественниками. Итак, невежество, слепое исследование и чрезмерность. К пророку, саллаллаху алейхи ва салям, прибыли трое людей, и прежде чем они встретились с ним, стали расспрашивать о его поклонении. Каким образом пророк, алейхи салату ассалям, поклоняется. А когда им рассказали об этом, они очевидно, посчитав, что это не так уж и много, то есть посчитали его поклонение слишком малым, будто им следовало бы поклоняться больше пророка, саллаллаху алейхи ва салям. И один из них сказал, как далеко нам до пророка, алейхи салату ассалям. Хорошо, это правильные слова. Один из них сказал, что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролет. Второй же сказал, а я стану постоянно соблюдать пост. Третий сказал, а я буду сторониться женщин и никогда не женюсь. А через некоторое время к ним подошел посланник Аллаха салиллаху алейхи ва салям. И он по своему обыкновению был правильным в наставлении и совете. Он не сказал, что с тобой, почему ты говоришь подобное. Он сказал, так это вы говорили то-то и то-то. Это вершина благого пророческого нрава, которому он нас научил, а именно благой совет и наставление. Он сказал, я молюсь по ночам и сплю, в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого. А также заключаю браки с женщинами, а тот, кто не желает следовать моей сунне, не имеет ко мне отношения. Это последняя часть высказывания. Каждый мусульманин должен сверять себя с ней. Исправлять свое поклонение в соответствии с ней. Мутакаллимы, философы, им говорят, вы предпочли что-то сунне пророка салиллаху алейхи ва салям. Суфьям говорят, вы также предпочли что-то сунне пророка салиллаху алейхи ва салям. И посланник Аллаха салаллаху алейхи ва салям говорит, а тот, кто не желает следовать моей сунне, не имеет ко мне отношения. Введение философии в ислам – одна из самых великих причин отклонения умы мусульман. И да смилуется Аллах над ас-щафи'ей, который сказал, «Мое заключение в отношении людей-каляма, философов, бить их пальмовой ветвью, сделать обход с ними среди племен и сказать, это воздаяние тех…» Посмотрите, что он скажет. «Тех, кто оставил книгу и сунну и принялся за калям, философию». То есть ас-щафи'ей посчитал, что изучение философии приравнивается оставлению Корана и Сунны. Это слова ас-щафи'ей. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, запрещал чрезмерность. И он увидел человека очень уставшего, опершегося на два человека. То есть они вдвоем придерживали его. И пророк, алейхи саллату ас-салям, спросил о нем, что с ним? Ему ответили, что он дал обет, что он будет так ходить. И тот устал из-за этого. На что он сказал, скажите ему, пусть сядет. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, запрещал чрезмерность. Однажды он посетил одно собрание, и некоторые люди воспевали, а именно маленькие девочки. Среди нас находится пророк, знающий, что будет завтра. Тогда пророк, алейхи саллату ас-салям, сказал, «Оставь это, а говори то, что ты говорила прежде. Но пусть шайтан не завлечет вас в чрезмерность. Ибо поистине я никто иной, как раб Аллаха и его посланник. Не возвеличивайте меня так. То есть не доходите до крайности в восхвалении меня». Это пророческий запрет, что напоминает нам поэму Бусырию. «О благороднейшие из творений, нет другого прибежища, кроме тебя, когда возникают бедствия». «О благороднейшие из творений, нет у меня иного, у кого я могу укрыться, если со мной происшествие или беда. Нет никого, кто защитит меня, кроме тебя, о посланник Аллаха». Разве подобное не является чрезмерностью, которую пророк, салаллаху алейхи салям, запретил? Ответ – да. Запомните этот аят. «В день суда наш Господь воззовет к своим творениям». Что вы ответили посланникам? Нет разницы, это община или же предыдущая община. Ответили ли вы посланнику Аллаха в том, к чему он призывал вас? Или же вы не стали? Запомните этот аят в суре «Аль-Касас». «В тот день он воззовет к ним и скажет, что вы ответили посланникам». Так пусть же нововведенцы приготовят ответ на этот вопрос и призыв в день суда. «В тот день он воззовет к ним и скажет, что вы ответили посланникам? Клянусь Аллахом, этот аят возымел наибольшее влияние на меня». Я всегда напоминаю о нем в собраниях. «Что вы ответили посланникам?» Аллаху Акбар. Так пусть же запомнит его каждый нововведенец и каждый многобожник. Пусть помнят об этом аяте. И пусть не обольщается тем, что его община многочисленная и большое количество последователей. Пусть это вас не обольщает. Я вспомнил одно красивое высказывание, которое сказал один обладатель знаний. Смотрите, его сказал имаму Невуи, да смилуется над ним Аллах. Она прекрасна. «Следуй верному пути или верной дороге. Следуй верному пути, и пусть же тебя не смущает малочисленность идущих по нему. И остерегайся путей заблуждения и не обольщайся многочисленностью идущих на погибель. Следуй верному пути, и пусть же тебя не смущает малочисленность идущих по нему. И остерегайся путей заблуждения и не обольщайся многочисленностью идущих на погибель». Субханаллах. Ан-Навуи, да смилуется над ним Аллах, сказал. Он рассказывал о получении благодати от могил, потирая их рукой, могилы пророка, алейхиссаратуассалям. «И тот, кто думает, что потирание рукой могилы ближе к благодати, то это от его невежества и беспечности. Потому что благодать в том, что соответствует шариату. И как же достичь блага противоречия истине? Аллаху Акбар. В действительности прекрасные слова и достойны быть записанными золотыми буквами. Не желай блага в том, что противоречит сунне пророка, алейхиссаратуассалям. Так и начинается чрезмерность и упрямство. Что же по поводу упрямства, то оно является причиной большого распространения сект. Упрямство, следование за страстями, невежество, слепое следование. Все эти беды, от которых страдает умма. Как же умме выстоять перед своим врагом и одержать победу? Хороший вопрос и нуждается в размышлении. Умма сейчас не обладает правом победы. Она не готова к победе. По причине всех этих многочисленных бед, таких как невежество, слепое следование, упрямство, следование за страстями, отсутствие в следовании пророческой сунне и в понимании праведных предшественников и в их практике ее. Умма в данный момент не готова к победе. Мы всегда должны задавать этот вопрос. Почему победа запаздывает? Разве Аллах, Субханаху ва Та'Аля, не сказал, «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщаются товарищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами». Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле. Посмотрите, в какой форме это сказано. Аллах не сказал, что Он просто сделает их наместниками, а сказал это в форме усиления и утверждения, что Аллах непременно поможет им. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, и также и сменит их страх на безопасность. Что ж, это ведь обещание победы, о Господь. Да. Однако у данного обещания есть условие, без которого не достичь победы. И каково же это условие? Они поклоняются Мне. Посмотри на поклонение сегодня. Или же в него проникло многобожие, или же нововведение. Субханаллах. Именно это и происходит в наши дни. В поклонение проникло многобожие. Как об этом сказал Аллах, большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей. Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже Него, они радуются. Благословен Аллах в своем правлении. Он говорит, «Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они следуют лишь предположениям. И только измышляют». И также мы добавим к причинам появления сект и это отсутствие достоверности. И по этой причине распространяются лживые хадисы, подобно огню по сухой траве. Особенно если эти выдуманные и лживые хадисы затрагивают чувства людей, возбуждая чувства невежд. Например, то, что когда Адам, алейхиссалам, был изгнан из рая, увидел, что на вратах его было написано, «Нет божества более достойного поклонения помимо Аллаха». Мухаммад, посланник Аллаха. И тогда Адам сказал, «О Господь мой, я прошу тебя ради Мухаммада». Тогда Аллах сказал Адаму, «Как ты узнал, что есть раб из моих рабов, которого я люблю и которого зовут Мухаммад?» На что он ответил, «О Господь мой, я увидел, что на вратах рая написано, «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад, посланник Аллаха». И я понял, что он самый любимый для тебя из творений. Тогда Аллах сказал, «Конечно же, это все ложь». И сказал Аллах, «Да, это раб, которого я полюбил, и попроси меня посредством него, и добивайся моего расположения посредством него». Хм, это же хадис, и он цепляет. Однако он вымышленный. Этот хадис передал Аль-Хаким и добавил, что у него достоверный передатчик. Но Адзахаби сказал, что в действительности он выдуманный. Видите? Среди самых основных причин разобщения уммы – отсутствие достоверности. И ведь пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Тот, кто намеренно возведет на меня ложь, пусть приготовится занять свое место в огне». И как же много тех, кто возводит на него, саллиллаху алейхи ва салям, ложь. Поэтому «следует», если я говорю «следует», то имею в виду «обязательно». Слово «следует» порой используется как в форме желательности, но оно также используется в форме самых обязательных действий или же запретных. Как сказал Аллах, «не подобает милостивому иметь сына». Тут что, имеется в виду нежелательность? Всемилующему нежелательно иметь сына? Нет, здесь имеется в виду крайний запрет, когда говорится «не подобает». Божественное обещание связано с условием, и когда будет исполнено условие, то и обещание также будет исполнено. А если же условие не будет исполнено, то и обещание не исполнится. Никому не следует прийти к нам и говорить «мы ведь говорим, нет божества помимо Аллаха, однако наш враг не говорит этих слов». Так почему же Аллах не помогает нам против наших врагов, тогда как мы говорим эти слова? Тогда возникает вопрос «а вы действительно следуете условиям ля и ля и ля и ля Аллах? Или же вы лишь произносите их своими языками, но противоречите ей своими убеждениями и пониманиям, и его притворениям в жизнь? Как, например, говорящий «ля и ля и ля Аллах», но в то же самое время взывает к мертвым помимо Аллаха. Зачем вообще взывать к мертвым? Аллах Всемогущий говорит, «А те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, они мертвы, они живы. А те, к кому они обращаются с молитвами, к кому они взывают? К мертвым. И не знают они, когда будут воскрешены». Я зачитаю этот аят целиком. «А те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить, тогда как они сами были сотворены. Они мертвы, они живы. И не знают они, когда будут воскрешены». Затем Аллах сказал, «Ваш Бог, Бог единственный». Выходит, что совершается многобожие. Что ж, а это действие имеет большое значение? Да. Потому что самое великое многобожие, о котором говорит Коран, и от которого он предостерегает и запрещает, это многобожие в мольбе к мертвым. Самое большее, что запретил Аллах, это именно многобожие в мольбе. Обращение с молитвами к мертвым основано на убеждении. А что это за убеждение? Если я взываю к мертвому, то он слышит меня, где бы я ни был. И в какое бы время это ни происходило. И на каком бы языке я к нему ни обращался. Это же мертвец. И как бы многочисленны ни были взывающие и отличались их языки и времена, и их места обитания, Пророк знает о них абсолютно все. Ас-саляму алейкум у рахмату Аллахи и ва баракату. Ас-саляму алейкум у рахмату.